Приемная кампания в учебных заведениях региона завершилась и тысячи студентов завтра приступят к занятиям. Наша коллега Инна Михайловская побывала в Государственном аграрном университете Северного Заурали и узнала, чем живет вуз накануне приема студентов. Кампания практически завершена. Баннеры в упаковку и на хранение. Непривычно, тихо и безлюдно в приемной комиссии. Сегодня подписан последний приказ о зачислении на дневное обучение. Первокурсников 973 человека. 682 будут на бюджете. Высокий конкурс агроинженерия и ветеринария. Остальные относительно 2-3 до 5 человек на место. Высокий конкурс 16 человек на место. Агроинженеры, ветеринары, землеустроители в этом сезоне на пике популярности. Чего не скажешь о зоотехниках и агрономах. Пришлось даже объявить дополнительный набор. Набрали. А вот на заочное прием будет еще 2 месяца. Сегодня же расселение первокурсников. Учебные корпуса и лаборатории очень интересные, очень познавательные для нас. Я думаю, что получив эту профессию, она будет в дальнейшем востребована. Природа обустройства и водопользование. Здесь будет учиться Юля. Выросла в Мутинке, не исключает, что после окончания вернется в село. Как, впрочем, и Владимир Павлов, будущий эколог. Да, рассматриваю такую возможность работать в сельхозпредприятиях. Вы предполагаете, чем вы будете заниматься по окончанию? Здесь за 4 года обучения расскажут. Причем учебные программы заметно откорректируют. Дело в том, что преподаватели прошли стажировку на ведущих предприятиях области. Этот опыт обязательно будет учтен. Мы пересмотрим и все достижения современной науки и техники, которые внедрены в производство, будут учтены в новых программах. Процедуру стажировки преподавателей мы в этом году также собираемся продолжать. А в лабораториях сортовой идентификации как будто и не лето. Единственное на Урале здесь и занятия проходят, и заявки выполняют. Коньякул не бывает. Зерна вот привезли срочно, нужно нам, у нас там какая-то проблема возникла. Ну вот мы и работаем. Сразу у нас 1 сентября наступило. Ну производственники, они же не могут, кстати, они же убирают. У них проблема, мы должны им помочь. А на улице репетиция торжественной линейки. И уже завтра на лекции. Инна Михайловская, Владимир Кондратьев. Тюменское время.